Давайте перейдем к следующему вопросу, к седьмому вопросу. Это трассировка вызовов в CLI с помощью Asterisk и захват пакета для анализа сессии ВИД. Для настройки подключения и трассировки с помощью протокола SSH, с помощью консоли Asterisk, мы можем использовать программу BATI. Для анализа звонков я настройку уже выполнил в АТС. То есть мы перешли на соответствующую вкладку безопасность, сетевые службы, включили SSH в АТС, подключились с помощью программы BATI. Далее в программе BATI мы выбрали Asterisk минус RCOMV. То есть мы вызвали консоль, подключились консоли Asterisk на АТС. И с помощью этой консоли производим трассировку вызовов. Если какие-то вызовы не проходят, не выполняются исходящие, либо они поступают в АТС, мы можем с помощью консоли управления АТС, консоли SSH Asterisk, это все посмотреть, произвести анализ. Вот в данный момент я произведу входящий вызов на номер 0704133 в трассе, который я зарегистрировал на СИПНЭТе. Попробую еще раз позвонить на АТС, если вызов не поступит, но вызов поступил. Таким образом я вызов принимаю. Вот здесь я вижу в консоли, что из транса СИПНЭТ, который я сконфигурировал в начале семинара, вызов поступил. Вот. Далее я поднимаю трубку. Здесь видно, что вызов мой обработан. Я слышу себя и в телефоне, в IP-телефоне, и в телефоне, с которого я произвел входящий вызов. Вот. Успешный вызов у меня осуществился. Вот. В консоли я увидел, что я обработал вызов, и положил в трубку. То есть звонок был успешно завершен. Звонок был успешно сжеван. И завершен. Вот. Далее. Давайте рассмотрим ситуацию, когда мы хотим выполнить вызов исходящий из АТС на внешнюю линию. В АТС мы можем проверить входящий вызов, который мы сделали, совершили. Этот вызов был произведен с СИПНЭТа с аккаунта 07200215. Я хочу перезвонить на этот же аккаунт. Для этого в АТС я сконфигурировал исходящий маршрут. Вот он мой исходящий маршрут. То есть при наборе 0 я должен буду перезвонить и осуществить вызов на данный номер. Давайте попробуем перезвонить. С 2000 номера производим набор этого номера, который нам осуществил входящий вызов. Можно практически в истории телефона выбрать вызов. Вот. Так. Вызов прошел. Прошел. То есть я увидел диал. Мой мобильный телефон зазвонил. Я вызов принимаю. Отвечаю на вызов. Вот звонок обработан. Далее я кладу трубку. АТС в консоли Астериск отображает хэнкап. То есть вызов завершен. Вызов осуществился и завершился успешно. Если по каким-то причинам вызов через линии не осуществляется, то необходимо смотреть в консоль Астериск и искать здесь проблему, по которой вызов не выполнился. Если проблему самостоятельно отследить не удается, то необходимо в патте скопировать текст, то есть нажать левую клавишу мыши, выделить весь текст, всю трассировку событий, скопировать. Патте копируют по умолчанию при выделении текста, то есть контекстное меню вызывать на патте не требуется. Вызвать программу текстового редактора, допустим, это notpad. Вызываем notpad, копируем в файле, копируем из трассировки в патте в программу notpad текст, сохраняем этот текст, сохраняем, переходим на сайт IPMATICA, на сайте IPMATICA выбираем поддержка, выбираем обратиться в техническую поддержку, вот здесь заполняем соответствующие поля, выбираем этот файл, который мы сохранили на рабочем столе, под названием тест, заполняем соответственно состав проблемы, выбираем с каким оборудованием, с какой АТС у нас возникла проблема, нажимаем отправить и данный файл с описанием проблемы отправляется в техническую службу, службу технической поддержки, где инженеры смогут произвести диагностику, найти причину, почему не производятся исходящие вызовы, вот, далее, если вызовы не производятся по каким-либо другим причинам, то есть АТС не производит обработку входящих вызовов, либо удаленный провайдер попросту не дает нам, не разрешает выполнять вызов, вот, либо отсутствует звук, то нам необходимо использовать нам необходимо использовать захват сетевого дампа на АТС, для этого мы должны захватить сетевые пакеты при осуществлении внешнего вызова, для захвата сетевых пакетов необходимо перейти в соответствующий раздел на АТС, заходим в веб-панель АТС, закрываем все, вот, переходим в главное меню АТС, выбираем вкладку выбираем консоль обслуживания, выбираем в обслуживании вкладку отладка, здесь во вкладке захват пакетов Эзернет нажимаем кнопку старт перед началом вызова, выполняем вызов, так, сейчас я выполню вызов на свой внешний номер, который я зарегистрировал с помощью трамка SIPNET, вот, и мы этот вызов рассмотрим с помощью Вайфшарк, вот, перед вызовом нажимаем кнопку старт, выполняем этот вызов, вызов у нас не выполняется, АТС почему-то отбивает удаленное, вот, после вызова мы нажимаем кнопку стоп, после выполнения вызова, нажимаем скачать, скачиваем файл, его вырезаем из папки загруженный, помещаем этот файл на рабочий стол, переходим на панель на сайт IPMATICI панель технической поддержки, так, точно так же этот файл выбираем для отправки техническую поддержку, описываем причину неработоспособности, причину неуспешного вызова через АТС, либо причину неработоспособности канала, вот, обязательно нужно описать состав проблемы, подгружаем указанный файл, там нажимаем кнопку отправить, и, соответственно, инженеры технической поддержки получают данный файл по почте, и могут проследить, проанализировать, почему вызов не удался по данному праву, по данному каналу. Так, давайте еще все-таки данный файл откроем, посмотрим, почему вызов не получился. У нас АТС отправила вызов через транк, вот, мы видим в консоли Диал, процедуру Диал, видим, что вызов ушел через транк Сипнет, на номер 070 00 215. Посмотрим, почему этот вызов не отправился, почему этот вызов отбился. Для этого созданный файл, закваченный файл, там необходимо распаковать, далее, файл необходимо из распакованной папки открыть, для открытия файла используется программа Вайршарк, программа Вайршарк должна быть установлена на компьютере, программу Вайршарк можно установить, скачать, установить совершенно свободно, бесплатно, Вайршарк мы должны выбрать вкладку IP телефония, вкладку Вайршарк звонки и нажать анализ сессии звонков. Выбираем вкладку телефония, выбираем, 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 выбираем SIP flows, вот таким образом у нас отобразились сессии, которые Астериск производил при работе, при отправке вызова на удаленную станцию. Так, это данк не тот мы открыли, это данк какой-то не тот, так, bucket trace, так, давайте его удалим, давайте откроем нужный нам данк, так, здесь 070 4133, звонил на номер 70 0215 на SIP NET вот, и здесь мы можем проследить, почему вызов был отбит, можем увидеть исходящий запрос от нашей станции, IP-адрес, который мы сконфигурировали, 192 58 254 224 на адрес на SIP NET пол, давайте произведем отображение сессии, разберем сессию, так, это у нас общинс отправлялся, так, 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 да, у нас 401 480, значит, мы отправили вызов на номер от 070 4133 на 070 215, вот, АТС провайдера нам ответила не авторизм, нет аутентификации, 401 ошибку, мы с АТС отправили повторный инвайт с параметра аутентификации, далее нам удаленная АТС ответила ошибку 480, не найден данный адрес, вот, то есть данная ошибка является причиной неуспешного звонка от нашей АТС через стран, который мы сконфигурировали до этого, вот, если самостоятельно не получается разобраться, почему вызов не удался, то данный дан необходимо отправить через сайт опематики в службу технической поддержки. При успешном осуществлении вызова сессия будет выглядеть так, как показано в данном слайде. То есть вызов будет отправлен инвайт на удаленный сервер, далее будет отображен РТП поток в одну и в другую сторону, и по окончанию вызова в сессии, в сип-сессии будет отправлен сигнал бай либо АТС, либо удаленным сервером. То есть по окончанию вызова. Если бай будет отправлен раньше, то это обрыв вызова по каким-то другим причинам. Вот, основные как бы моменты трассировки вызова с помощью консоли SSH мы с вами рассмотрели. Основные моменты трассировки вызова с помощью программы Wireshark мы с вами рассмотрели. Вот, таким образом мы произвели первоначальную настройку АТС Eostar серии S для использования в предприятии IP телефонии предприятия. Вот, и также провели некоторую диагностику и рассмотрели подробные параметры IP телефонов, точнее IP номеров на АТС, маршрутов и линий. Вот, таким образом я демонстрацию и доклад свой завершаю. Спасибо за внимание. Сейчас, пожалуйста, задавайте вопросы. Вот, мой коллега Георгий Корсаков ответит вам на вопросы с помощью чата. Вот, а я свой доклад как бы окончил. Дополнительно хотел бы сказать, что линейка Eostar серии EOS представлено на нашем новом сайте, на сайте IP Matic.ru раздел продуктов. Вот, по техническим вопросам есть на сайте XGuru специальный раздел по продуктам Eostar, в котором вы можете найти статьи, интересные статьи по подключению по протоколу SSH к станции, по работе с протоколом АМИ со станциями. Это для интеграции станций с различными CRM системами, другими базами данных, с различными множеством различных вопросов, которые задают по электронной почте о том, как достать из базы данных имя абонента и отобразить это имя абонента на экране телефона, либо отобразить имя абонента, который звонит на экране компьютера. Вот эти статьи, основы, по которым АТС работает по данному протоколу, описаны в данных статьях. Статьи эти будут пополняться для серии С, для нового вида протоколов. Вот также здесь постараюсь разместить подключение маналы по подключению АТС Ястар серии С к различным системам типа Скайппур бизнес, Линк, Кастериск, уже здесь есть описание подключения шлюзов, вот, ну и к другим системам обоих, которые используются. Разместите эту информацию здесь. Если необходимо поместить какую-то специальную информацию, то пишите пожалуйста пожелания на электронный адрес. Вот эти пожелания будем рассматривать. Вот здесь представлен электронный адрес отдела продаж. Вот я сейчас напишу свой электронный адрес на который можно отправлять почту. Зверицкий собака и пиматика рум. Вот и таким образом буду отвечать на ваши вопросы при возможности. Вот и соответственно со мной можно будет общаться либо по телефону либо по электронной почте. На сегодняшний день я свой доклад завершаю. Спасибо за внимание. Если есть вопросы я думаю у вас появились вопросы Георгий Корсаков вам на эти вопросы отвечает уже. А я буду отключаться. Спасибо за внимание. До свидания. .